МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожалуйста, наступает ночь. Закройте лица масками. Внимание! Уважаемые телезрители! Если вы не хотите знать, кто мафия, закройте глаза, как все мирные жители, и откройте их, когда я скомандую наступление дня. Игроки, которые мирные граждане, не видят ничего и не слышат, потому что они спят. Но мафия нет. Мафия освещается и решает, кто утром не проснется. Мафия открывает глаза и руками договаривается, пальцами, жестами и мимикой договаривается, кого утром убрать. Договорилась мафия, спасибо, наденьте маски. Теперь я начинаю перечислять имена игроков, сидящих за столом. Когда вы услышите имя жертвы, пожалуйста, дайте нам знать. Я начинаю. Спасибо, мы поняли. Наступил день. Пожалуйста, снимите маски. Послали киллера убить кого-нибудь. Киллер пришел, настроил свою винтовку. Из-за того, что он был с похмелья и подслеповат, и прицел был заляпан жиром, он взял и решил завалить самую крупную мишень, контуры которой он смог разглядеть в оптическом прицеле своей винтовки. Кто у нас самая крупная мишень? Таир Мамедов. Я не удивлен, не расстраивайтесь, я мирный житель, понятно, это хорошая жертва. Я сознательно в первый день навлекся активность, чтобы, во-первых, помочь мирным жителям, во-вторых, чтобы мафия в первый день не убила кого-то другого игрока. Я продолжаю подозревать Ирину, потому что в ее словах было много нелогичного, и то, что говорил в начале Ираклия, какая-то интуиция по поводу Гарика Харламова. А почему-то я присоединяюсь к твоим каким-то вот интуитивным вещам. Как его убить? Надеюсь, что мотив, что Гарик веселый человек, не остановит вас, если действительно считаете, что он мафия. Оставим его на десерт. Да, в этом туре приглядитесь, в общем, к Ирине, к Гарику. Я выполнил свою функцию, считаю, хорошо, я сделал мирным жителям хорошо, помог всем, навлекался в мафию. Играйте в Марию, ребят. Я вот подумал, что можно выгрузить. Любите друг друга. Спасибо, спасибо. Ну, понятно было. Господа игроки, Таир покидает нашу игру, все остальные продолжают играть. Пожалуйста. Мне кажется, что это Алена. Если бы я была мафия, уж поверьте мне, я бы убила леденец, потому что я считаю, что это она. А может быть, откуда мы знаем, может быть, ты ее на десерт. Может, ты ее на десерт, конечно. Я думаю, что с Аленой находится в партнерах более хитрый человек, прости меня, Алена. Но она женщина, она ведомая. И она первым делом, когда сняли Марию, показала на меня. Но ей сказали, не надо, это будет слишком явно. Сегодня, я больше чем уверен, у нас, то есть, я думаю, смешанная компания. Одна девушка мафия, ну и один парень. Давайте все назовем. Я считаю, что одна девушка, один парень. Вот. И из девушек я лично подозреваю Алену. Вот. А что касается ребят, вот, либо Саша, либо Гарик. Да. Это логично, в принципе. И будь я на месте любого игрока за столом, я бы сказал, что это Харламов. Почему? Потому что, а, он постоянно ржет, значит, кривляется. Короче, друзья, я не знаю, у меня нету, я не могу, знаете, как преступный синдикат. Вы нашли долго и убеждать кого-то в убийстве кого-то. Вы можете легко проверить меня. У меня тут есть таблица, которую я черчу. Которую я... Я тоже. Да, я записываю каждого голос, кто против кого, когда, чтобы знать. Я тоже. Да. Некоторые не записывают. Некоторые не записывают. А это очень важно, мне кажется, потому что так проще вычислить. У нас образовался синдикат между Гариком и Лейсан. Давно они против друг друга как-то вот постоянно выдвигают. Но мне кажется, что это не Лейсан. Ну и Ирина, конечно, у меня падает под подозрение, мне кажется, что так. Но я бы с удовольствием послушал бы. Или ты Майф, Катю. Да, давайте послушаем вашего болельщика, да? Да, давайте. Ира точно, однозначно, очень много говорит. Таир вот пришел, опытный игрок тоже на нее. Ира раз. И вот Лейсан либо Алена, вот они как-то тоже, ты знаешь, в страны себя введут. Хотя вот Алена, честно говоря, меньше. Алена тоже, я думаю. Может быть, многим скажу одного человека конкретно. Давай, я тебе говорю Ирину. А можно я послушаю, господин судья, мою маму? Конечно, Лейсан. Вся страна с удовольствием это сделает. Пожалуйста. Мамочка, скажи, пожалуйста, свое мнение. Мое личное субъективное мнение, и в принципе, я тут постарше, наверное, всех. И не апеллирую абсолютно то, что здесь говорят ребята. Я думаю, что это Ира. Вот, не знаю, с какой-то информацией. Нет, ребята. Кто-то еще может спросить? Я уже спросил. Ой, да, я спрошу. У меня же есть. Давайте Гарик. Мария и Елена. Пожалуйста. Мария и Елена, вы там, вы с нами? Да, да. Гарик, мы с тобой, да. Мария, Елена, скажите, что вы думаете по поводу игры? Кто? Гарик, обрати, пожалуйста, внимание на Лейсан и на Сашу Панайотову все-таки. Посмотри. У тебя большое преимущество, ты в очках понаблюдай. Мирные люди, я вам говорю, я правда мирный человек. Но ты слишком сильно нервничаешь в любом случае. Нет, я вообще не нервничаю. Да, Таира тоже много разговаривала, но я не нервничаю. Почему этот мотив выяснился? Гарик много разговаривает, но он нервничает. Так, как ты. Я вообще не нервничаю. Мы еще не убили, не искренне говорить. Как ты думаешь? Не забывайте, что мы еще не одна мафия не убили. А кто вторая мафия, вот помимо Алены? Как ты думаешь? Я подозреваю Гарика и немножко Наташу. Несмотря на то, что Леденец меня как бы подозревает, но я тоже ее подозревала когда-то. Сейчас я ее не подозреваю. Так же совершенно я почему-то не подозреваю Гарика. Вот, не знаю. Какое-то доброе тепло просто. Вот отсюда. А у меня не так свет еще. Вот. На самом деле, я вот теперь вот как бы допускаю, что это могут быть и две девочки запросто. Это точно не Иракли и не Саша, потому что они ведут стратегию. Нужно, ну, запоминать, что говорят люди. И они там что-то себе записывают. Ну да, вот то, что для меня это две галочки. Давайте послушаем кандидатуру. Кого подозреваете? Давайте начнем с Ирины Леденец. Ну, я все еще за то, чтобы проверить Алену, да. Любите вы Алену? Алена, говорите. Я за то, чтобы проверить Иру. И я верю нашим помощникам, которые в той комнате сидят. Лисану Тяшеву, пожалуйста. Я послушаю свою маму и проголосую, наверное, против Ирочки. Против тебя я сама ничего не имею, но вот мне кажется, что моя мама права. Давайте послушаем Иракли. У меня есть подозрения относительно Алены. Алена. Это личное дело каждого. Да, конечно. Конечно, личное. Конечно, каждого. Александр Панайот. Я склоняюсь к варианту Ирина. Леденец. Ира Леденец. Гарри Харламов. Поднимите мне веки. Ладно. Давайте Ира, хорошо. Ира. Ира. Наталья Малец. Алена. Алена. Не, ну мало что от этого зависит. Ну, есть две кандидатуры. Алена Водонаева и Ирина Леденец. Поднимите маску тех, кто считает, что игру должна покинуть Ирина Леденец. Четыре. Поднимите, пожалуйста, маску тех, кто считает, что игру должна покинуть Алена Водонаева. Ну, все понятно. Три. Большинством голосов нашу игру покидает Ирина Леденец. Красный парк. Что я говорю? Сказать последнее слово и оставьте извещание. Ну, я хочу сказать, что не всегда человек, который горячо отстаивает свою точку зрения, искренне говорит обо всем много, апеллируя там своими мыслями, является человеком, который пытается как-то замутить воду. И сами вы знаете, что в жизни такое случается, что человек, который тихо сидит, тихо сопит, потом оказывается именно там, куда он задумал прыгнуть. А мы вот эти дураки. Ай, уходим. Аплодисменты здесь. Это игра. Аплодисменты здесь. Я не переживаю. Мирные жители, давайте думайте сейчас, как следует. Это она. Спасибо.